Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждать греческий язык Нового Завета. Наш очередной урок посвящен перфекту. Он соответствует 25 главе учебники Маунса. Перфект – это еще одно время в греческом языке. Ну или с точки зрения русской грамматики, лучше было бы сказать, что это еще одна видовременная комбинация в греческом языке. Мы уже с вами изучили несколько греческих времен. Мы изучали настоящее время, мы изучали имперфект, прошедшее время, которое к тому же еще и выражает продолженный вид, то есть действие может быть грящимся, или многократным, или незаконченным. Мы с вами изучили аорист в изъявительном наклонении, выражающий прошедшее время неопределенного вида, то есть ничего не говорящий о характере протекания действия. Мы с вами изучили будущее время, и вот теперь пришла куча от перфекта. Перфект – очень необычное время. Он описывает завершенное действие, последствия которого ощущаются на момент речи. В чем-то перфект напоминает русское прошедшее время совершенного вида, потому что русское прошедшее время совершенного вида говорит о завершенности действия. Я сделал, я построил, я прочитал. Но русское прошедшее время совершенного вида ничего не говорит о том, есть ли какие-то последствия у этого завершенного действия. Единственная русская форма, которая может передавать и завершенность, и последствия – это краткие страдательные причастия. Книга прочитана, дело сделано, компьютер выключен и так далее. Но употребление краткого страдательного причастия возможно только в конструкциях, где подразумевается страдательность, то есть там, где нам нужно описать подлежащее как подвергающееся действию. В активных конструкциях, то есть в конструкциях, когда подлежащее выполняет действие, у нас нет какой-то конструкции, которая показывала бы не только то, что действие произошло, но и то, что на момент речи мы наблюдаем какой-то результат. В греческом языке перфект описывает как раз ситуацию, когда действие завершено, и какие-то результаты, какие-то последствия, какое-то влияние этого действия наблюдается в тот момент, когда сам перфект произносится. Понятно, что в зависимости от лексики, в зависимости от контекста, больше акцент может падать либо на самой завершенности действия, либо на тех последствиях, результатах, на том состоянии, может быть, которое появилось в результате этого действия, которое имеет место в настоящее время. Поэтому весь комплекс и завершенности результат, он, может быть, не всегда полностью выступает на переорении план, и в каких-то случаях один из элементов может быть совершенно ослаблен, так что перфект где-то практически эквивалент русского прошедшего времени совершенного вида, что-то совершено и завершено. А в каких-то случаях, когда незавершенность действия именно последствий выступает на передний план, греческий перфект становится по значению близок к настоящему времени, и в некоторых случаях даже и переводится настоящим временем на русский язык. Чтобы нам разобраться в перфекте, в его употреблении, проще всего посмотреть несколько примеров. Существенная часть примеров приведена в данной главе учебники, ну, может быть, еще какие-то дополнительные тоже посмотрим. В самом начале главы, да в прикосновении к экзегетике, вспоминается текст из Евангелия Атана, 19 глава, 30 стих. Слова, сказанные Иисусом на кресте, самый конец его крестных мучений. И когда принял уксус Иисус, он сказал, «Тетелоситай». «Тетелоситай» — это перфект страдательного залога от глагола, обозначающего «завершать», «заканчивать». В данном случае можно перевести как «совершено», «завершено», «сделано» и так далее. И на этом действительно заканчивается вот это дело Иисуса Христа, которое включает в себя и его крестные мучения. Поэтому мы дальше читаем «И преклонив голову, предал дух». После этого Иисус умирает. Глагол в перфекте, подчеркивающий «завершенность», показывает нам, что дело завершено, и из контекста мы видим эту завершенность. Но перфект также еще и обычно акцентирует внимание на имеющихся у завершившегося события последствиях. Ну и в отношении крестных страданий и смерти Иисуса Христа последствия, конечно же, чрезвычайно важны для нас с вами, для всей Вселенной. И хотя мы это понимаем не только из грамматической формы, может быть, даже не столько из грамматической формы, но вообще из учения Священного Писания, вот это вот учение и используемая грамматическая форма очень хорошо гармонируют друг с другом. Дело завершено и есть последствия. Некоторые толкователи под влиянием такого, например, употребления перфекта даже говорят, что перфект описывает завершившееся дело с вечными последствиями, что, конечно же, не характерно для языка. Перфект употребляется во множестве ситуаций и последствия имеются на момент речи. Вечные это последствия, невечные это последствия, значимые, незначимые последствия. То есть характер последствий, конечно же, определяется не использованием грамматических форм, какими-то другими языковыми элементами, поэтому вечность и значимость последствий мы не просто из перфекта извлекаем, но перфект хорошо гармонирует с тем, что последствия у завершенного, совершенного, совершившегося дело Христа все-таки есть. Еще давайте мы посмотрим с вами некоторые примеры тоже, и в учебнике, в частности, цитируемые. Например, первое послание Коринфянам, 15 глава, 4 стих. Вообще, мы, наверное, сегодня будем много цитировать таких интересных в богословском отношении текстов. Перфект не стало слишком часто употребляемое время. Для описания большей части событий достаточно имперфекта и Ориста. Имперфект черпает продолженность. Орис просто сообщает о событии ничего, не говоря о протекании, поэтому для завершившихся событий он тоже вполне нормально подходит. А вот перфект, если уж автор использовал, то именно видовая значимость перфекта для него была важна. Вот эта завершенность с последствиями, завершенность слияния. Ну, давайте мы возвращаемся к 1 Коринфянам, 15, 4. Напоминаю, Павел в этой главе говорит о значимости веры в воскресение. И рассказывая о том Евангелии, которое должно знать Коринфянам, и он говорит И что был погребен, и что воскрешен в день третий по Писанию. Напоминаю, день третий, хомера третий, напоминаю, дательный падеж, переводится тремя способами, после отвлекаемости от темы перфекта, дательным падежом, творительным падежом, ну, или конструкция с предлогом вы, поэтому вот, когда время идет обычно так, день третий, воскрешен или воскрес, это глагол эгейра в перфекте. И если, например, когда говорится о погребении, то использован Орис, ну, и сообщается вот какой-то исторический факт погребения, и в окружающих текстах тоже достаточно активно используется Орис, когда рассказывается о Христе, что он умер за грехи наши по Писанию, и был погребен там, и воскрес, вот видите, вот, перфект, день третий по Писанию, и явился опять Орис в Киеве, и так далее. То есть Орис, 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 какие-то события, связанные с смертью, погребением, явлением воскресшего Христа, которое Павел перечисляет в этой главе, он описывает с помощью Орисов, и вдруг среди ряда Орисов он ставит один перфект – воскрес. Почему воскрес в перфекте? Потому что Павлу важно подчеркнуть, во-первых, воскресение, и перфект привлекает внимание к этому слову, вся эта глава о воскресении и необходимости верить в воскресение, а во-вторых, Христос воскрес, и есть значимое последствие. Он воскрешенный до сих пор. Он и сегодня жив. Если речь идет о погребении, да, он был погребен, но он не обосстался во гробе. Если речь идет о явлении Кифи или другим, он явился, но это событие прошло. Если речь идет о его смерти, он умер, но он воскрес. А вот воскрес, и когда Павел рассказывает это Коринфянам, уже много лет прошло с момента воскресения Иисуса Христа, он по-прежнему воскресший, и перфект хорошо подчеркивает и то, что воскресение, то, что точно произошло, и значимость воскресения в последующем. Давайте еще посмотрим помогающую, как-то, значимость, влияние, перфекта в случае. Ну, например, первое послание, первая глава, второй стих прочитаем. Ну, и так далее. И жизнь явилась или была явлена, и мы увидели. Вот это вот слово, хауракамен, это перфект. С одной стороны, Иоанн и другие апостолы, они когда-то в прошлом видели жизнь, в контексте жизни, это сам Иисус, они видели Иисуса Христа, и в предыдущем стихе рассказывается, что и слышали, и видели, и рассматривали, руками осязали, и вот они видели, и вот это было, и перфект описывает прошедшее и законченное, и полное видение, и свидетельство. Вот то, что увидели, да, вот, те знания, которые появились благодаря видению, та информация, которая появилась из видения, она теперь является основанием для того, чтобы сейчас звучало свидетельство. И обратите внимание, вот союзом Каис соединенные, увидели и свидетельствуют, перфект и в настоящее время. Слово, описывающее что-то, произошедшее в прошлом, с последствием в настоящем, и в настоящее время, описывающее активность в настоящем, да, они стоят рядом, потому что они действительно тесно взаимосвязаны, а одно проистекает из другого. Ну, и еще один пример из второго послания Тимофея, четвертая глава, когда Павел возводит определенный итог своей жизни, седьмой стих. Тон Калон, Агона, Эгона Смай, Тон Дромон, Тетер Лека, Тен Пистит, Тетер Эка. Доброй борьбой я поборолся, подвигом добрым я подвижался, в синодальном переводе, но вот эта Агона, это описывает такую вот борьбу, поэтому, ну, можно, конечно, подвига перевести, можно перевести вот какую-то борьбу, вот этой доброй борьбой я поборолся, бег, или вот эту вот беговую дистанцию я завершил, веру сохранил. И все глаголы в этом предложении это перфектор. То есть вот была борьба, я доборолся ею до конца, была дистанция, которую нужно пробежать, я пробежал ее до конца. Ну, и была вера, которую нужно было сохранить, и вот от конца я ее сохранил. Борьба, дистанция, ну, если вы читали только синодальный перевод, может немного странновато звучать, но и высказывание, но Павел любил спортивные термины, он часто использовал какие-то спортивные термины, образы из сферы спорта для иллюстрации того, о чем он говорил, и синодальный перевод, там, как-то это смельчил, и какие-то вот такими, уже, может быть, нам сегодня просто современным читателем непривычными терминами заменил, поэтому вместо борьбы у нас подвиг, вместо вот такой вот дистанции, которую нужно пробежать, очень малопонятное слово, течение и так далее. Но здесь вот прежде всего таких вот соревновательных вещах, ну, конечно, соревновательные образы Павел использует для описания жизни, ну, и даже где-то соревновательные, где-то вера борьба, да и, может быть, военный образ, но главное-то нам что? Что вот борьба доведена до конца, дистанция полностью пройдена, та вера, которая должна быть, она сохранена, но Павел же не замолкает на этом. Лайпон, опокей тай мой, хэтэс дикээсунос, стэфанус. Вот. «Наконец готовится мне венец праведности». То есть вот путь пройден, и теперь Павел уже подошел к тому моменту, когда готов пожинать последствия, но перфект и завершенность, и готовность к пожинанию последствий он хорошо описывает. Ну, давайте еще один пример из посланий к римлянам, тоже приводимый в этом учебнике, в конце параграфа, римлянам, пятая глава, пятый стих. Надежда же не стыдит, не постыжает, потому что любовь Бога излита перфектно. Сердца наши Духом Святым, данным нам. Смотрите, наши сердца излита любовь, то есть процесс излияния совершен. Дело уже сделано. Но на основании этого дела, благодаря этому делу, теперь та надежда, которая у нас есть, не приводит нас к Госуду. Вот все те тексты, которые мы с вами прочитали, у них есть такая вот характерная особенность, они подчеркивают завершенность. Дело на кресте совершено и завершено. Воскресение произошло. Виденье исторических событий и самого Иисуса Христа в жизни апостолов случилось. Борьба, дистанция, сохранение веры, они позади, и все достигнуто. Любовь к сердцу излита. То есть вот дело доведено до конца, и теперь у этих доведенных до конца дел есть последствий, есть воскресший Христос, есть все спасение, связанное с крестными страданиями, есть апостольское свидетельство об Иисусе, есть приготовленный для Павла венец, есть твердая надежда от христиан и так далее.